МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николай Яковлевич Ильин. В годы Великой Отечественной войны в Красной Армии были специально обучены воины, снайперы. Они в совершенстве владели искусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения. Сражались снайперы на всех фронтах. Они поражали цель на значительных расстояниях и, как правило, с первого выстрела. На Сталинградском направлении одним из таких бойцов был отважный Николай Ильин. Ему было 20. Он родился в 1922 году в селе Чернухино Ворошиловградской области в семье рабочего. По окончании средней школы работал слесарем. Когда грянула Великая Отечественная война, Николай Ильин, не ожидая призыва, пришел в военкомат и попросился на фронт. Там ему пригодились знания по стрелковому делу, который он приобрел в кружке Ворошиловский стрелок. В июле 1942 года фашисты прорвали оборону под Харьковом и устремились на Ростов и Сталинград. Вражеские самолеты преследовали наши колонны. Во время одного из налетов Ильин нацелил свою снайперскую винтовку в небо и, уловив прицел пикирующим бомбардировщик противника, нажал на спусковой крючок. Клюнув носом, немецкая летная машина начала быстро падать. Мамаев курган. Здесь Николай Ильин приспособил оптический прицел своей винтовки к противотанковому ружью и метко бил по смотровым щелям танков. Вскоре о его боевых делах узнала вся армия. Вражеские снайперы упорно охотились за ним, но безуспешно. Его личный счет увеличивался с каждым днем. Шел 1942 год. Немецким войскам удалось приблизиться к Волге. К этому времени на своем счету Ильин имел уже около 20 уничтоженных фашистов. В ожесточенных боях за Сталинград это число росло с каждым днем. 16 октября 1942 года ему вручили снайперскую винтовку имени героя Советского Союза Хусейна Андрухаева. Получая оружие, Ильин сказал, клянусь, не пожалею сил, а если потребуется и жизни для полного уничтожения фашистов. К этому моменту на его счету было уже 115 уничтоженных немцев. Уже на следующий день от его метких выстрелов впало 9 оккупантов. 18 октября еще 7, 19-го 10. За 11 дней Ильин уничтожил 95 гитлеровцев. О нем, как о метком стрелке, разнеслась весть по всему Сталинградскому фронту. К нему обращались молодые солдаты с просьбой поделиться опытом, научить их также бить врага. Опытный снайпер обучил многих воинов искусству меткой стрельбы. Николай Ильин передавал новичкам все тонкости опасной боевой профессии. В дни напряженных кровопролитных боев за Сталинград был организован слет мастеров меткого огня. Отличные стрелки, на счету которых значился не один десяток убитых фашистов, обменивались боевым опытом. Они приняли обращение ко всем снайперам фронта, в котором призывали уничтожать как можно больше немецких захватчиков. Наша задача состоит в том, чтобы отстоять Сталинград. Это наш священный долг перед Родиной, и мы его выполним, отстоим славный город, раздавим и уничтожим врага. К ноябрю 42-го года на счету Ильина было уже 216 убитых солдат и офицеров противника. За отличные боевые действия по уничтожению фашистов и подготовку метких стрелков ему было присвоено звание знатный снайпер. 8 февраля 1943 года за образцовое выполнение военных заданий командования, личный героизм и отвагу в сражениях при защите Сталинграда, Николаю Ильину было присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Летом 1943 года развернулась ожесточенная битва на Орловско-Курской дуге. Фронтовая газета «Суворовский натиск» сообщала, что на счету гвардейцев 15-й стрелковой дивизии, среди которых был Николай Ильин, значилось 1045 убитых вражеских солдат и офицеров. Только в июле знаменитый снайпер уничтожил 94 фашиста. Боевые товарищи называли его «Наземный ас». Дивизия принимала участие в упорных боях под Белгородом. Выбитые из сильно укрепленных опорных пунктов на Курской дуге фашисты цеплялись теперь за каждый выгодный рубеж, стремясь закрепиться и устоять перед ударами войск Красной армии. В конце июля 43-го года 15-я гвардейская дивизия получила приказ перейти в решительное наступление. На улицах села Никольское Белгородской области развернулось яростное сражение. Противник начал обстреливать советские военные части, стремясь выиграть время, чтобы подтянуть резервы и перегруппировать силы. Наши и немецкие войска перемешались. Пули Николая Ильина безошибочно разили вражеских автоматчиков. 35 фашистов были расстреляны им в открытом бою. Это сражение оказалось для героя последним. Пулеметная очередь из немецкого танка сразила его. Он упал на опаленную траву, широко раскинув руки. Всего за время боевых действий на счету прославленного снайпера было 494 убитых фашиста. КОНЕЦ